Всем привет! С вами снова я, Михаил Кузьминков и мой канал по моушн-дизайну. В предыдущих уроках я рассказывал про риггинг тела персонажа. Ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. Сегодня же мы рассмотрим риггинг лица персонажа. Риггинг лица персонажа мы будем делать в бесплатном скрипте Dewybessel. Ссылку на него я также оставлю в описании под видео. Итак, начнем. В иллюстраторе я подготовил вот такое лицо персонажа. Каждый объект этого лица находится на отдельном слое. Например, верхняя часть волос на отдельном слое, брови на отдельных слоях, глаза на отдельных слоях, щеки, верхняя часть головы, задняя часть волос, нижняя часть головы, тень и шея. Отменив эти действия. Также я, как всегда, создал три слоя на всякий случай. Иногда бывает такое, что нужно что-то добавить. Открываем After Effects, импортируем наш файл. Здесь ниже выбираем Import as Composition Retain Layer Sizes и нажимаем Import. Я сразу все сгруппирую. Открываем нашу композицию, щелкнув по ней дважды левой кнопкой мыши. Для начала создадим два нуля объекта, которые помогут нам в дальнейшем ригинге. Выбираем Layer New New Object. Переименовываем его. Называем Face Elements. И создаем второй нуля объект. Заходим во вкладку Layer New New Object. И называем его Eyes. Сейчас мы свяжем все эти объекты между собой. Выделяем рот, нос, брови. И привязываем их к нулю объекту Face Elements. Нуль объект Eyes поднимем чуть выше. Сделаем его Scale чуть меньше. Для этого нажмем клавишу S на клавиатуре. Ставим параметр 60. Свернем. Выделяем глаза. Левой и правой. И привязываем их к нулю объекту Eyes. Нуль объекта Face Elements и Eyes привязываем к слою Lower Head. То есть нижняя часть головы. Выделяем щеки. Привязываем к Lower Head. Hair Back и Upper Head привязываем к Lower Head также. К нижней части головы. Верхняя часть волос привязываем также к нижней части головы. Shadow Neck привязываем к Neck соответственно. Уши привязываем к нижней части головы. Lower Head. И Lower Head привязываем к Neck. То есть к шее. Слой с бэкграундом мы заблокируем. Слои, которые я сделал на всякий случай. Уберем им видимость. Спрячем их в панели слоев. Итак, сейчас все слои связаны между собой. И если мы возьмем и выберем шею и начнем ее двигать, то увидим, что все элементы двигаются вместе. Сейчас выделяем объекты, которые мы будем анимировать. Выделяем следующие слои. Eyes, Face Elements, Hair Up, Cheek L, Cheek L, Upper Head, Lower Head, Shadow Neck, правое ухо и левое ухо. Нажимаем английскую клавишу P на клавиатуре. И у всех этих объектов появляется параметр Position. Выделяем параметр Position у первого слоя, Eyes. Нажимаем правой клавишей мыши и выбираем Separate Dimensions. То же самое делаем с остальными объектами. Выделяем параметр Position, Separate Dimensions. Сейчас мы создадим ключи анимации для параметра Position по оси X. Мы находимся в начале таймлайна и нажимаем по часикам напротив параметра X Position. С помощью сочетания клавиш Ctrl и Shift плюс стрелочка вправо переходим на 10 фреймов вперед. Сейчас нам надо скопировать все эти ключи анимации. Для того, чтобы сделать это быстро и легко, я использую специальный скрипт Paste Multiple Keyframes. Входясь в таймлайне, нажимаем кнопочку Tilda, она же русская Y на клавиатуре. Тем самым мы раскрыли таймлайн на весь экран. Выделяем все ключи анимации. Снова нажимаем Tilda. И в скрипте Paste Multiple Keyframes нажимаем на единственную кнопку Paste. Переходим еще на 10 фреймов вперед. Выделяем ключ анимации и нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Либо вы можете нажать на иконку слева. Add or remove keyframe. И пройтись таким образом по всем ключам анимации. Итак, мы создали ключи анимации. Снова нажимаем на Tilda. Выделяем все ключи анимации. И нажимаем F9. Таким образом мы смягчили ключи анимации. Итак, мы создали ключи анимации. Они все одинаковые, поэтому изменений никаких не происходит. Когда мы ведем ползунок по таймлайну. Переходим в начало композиции. На первый ключ анимации. И сейчас мы будем менять положение головы влево и вправо. По очереди выбираем 0 объект Ice. И сдвигаем его немного влево. Выбираем 0 объект Face Elements. И сдвигаем их тоже немного влево. Выбираем верхнюю часть головы. И также сдвигаем немножко влево. Щеки также сдвигаем влево. Верхнюю часть головы сдвигаем немножко влево. Верхнюю часть головы также сдвигаем левее. Правое ухо сдвигаем чуть-чуть правее. Так как при повороте оно как бы прячется за головой. А левое ухо выдвигаем немножко правее. Так как при повороте головы налево оно становится немного виднее. Тень на шее сдвигаем также немножко левее. У нас получился вот такой поворот головы налево. Затем переходим на последний ключ анимации и сдвигаем все вправо То есть глаза сдвигаем вправо Face Elements сдвигаем также вправо Верхняя часть головы тоже вправо Щеки также сдвигаем вправо Верхняя часть головы также немного вправо Нижняя часть головы немного вправо Тень сдвигаем чуть-чуть правее, но не сильно Правое ухо немножко выдвигаем левее, чтобы его было виднее а левое ухо немного задвигаем за голову. Таким образом у нас получился поворот головы налево и направо. Заходим в Dewey Bessel, нажимаем вкладку Links and Constraints, нажимаем кнопку Connector и выбираем прямоугольный коннектор, который находится в середине. Нажимаем на него и Dewey Bessel создал контроллер. Выбираем наш контроллер, перемещаем, меняем Scale на 160, чтобы он был виднее. Зажимаем клавишу Shift и выделяем все ключи анимации. Но делаем мы это очень аккуратно, таким образом, чтобы не зацепить параметр Y. Если наше выделение заходит на параметр Y, то он тоже выделяется, что нам не нужно. Обратите на это внимание, мы выделяем только параметр X и таким образом выделяем все ключи анимации. Затем заходим в Dewey Bessel, Access, выбираем X и нажимаем кнопку Connect to Properties. Таким образом Dewey Bessel связал наши ключи анимации с коннектором. Проверяем, перемещаем коннектор влево и вправо и видим, что голова поворачивается влево и вправо. То же самое сделаем и для параметра позиции по оси Y. Находясь в начале таймлайна, создаем ключи анимации для параметра Position по оси Y. Переходим на 10 фреймов вперед и также создаем ключи анимации. Переходим еще на 10 фреймов вперед и создаем ключи анимации. Нажимаем тильда и выделяем ключи анимации по оси Y через зажатый Shift. Нажимаем F9. Создали одинаковые ключи анимации для параметра Y. Переходим в начало таймлайна и создаем положение головы вверх и вниз. Перемещаем глаза наверх. Face Elements также перемещаем наверх. Верхнюю часть волос перемещаем наверх. Щеки перемещаем наверх. Верхнюю часть головы перемещаем немножко выше. Нижнюю часть головы также поднимаем. Тень поднимает чуть выше. Уши опускаем чуть ниже. Так как визуально, когда мы поднимаем голову, наши уши опускаем. Проверяем. Переходим на последний ключ анимации и меняем положение головы, как будто бы она смотрит вниз Глаза перемещаем вниз, Face Elements перемещаем вниз Верхняя часть волос перемещаем вниз, щеки перемещаем вниз Верхняя часть головы перемещаем вниз, нижняя часть головы также перемещаем вниз Тень перемещаем вниз, а уши визуально перемещаются вверх Проверяем Теперь наша голова смотрит вверх и вниз Переходим в начало таймлайна и аккуратно выделяем ключи анимации по параметру игр Зажимаем Shift и выделяем ключи анимации. Заходим в View Pestle, параметр Axis меняем на Y и нажимаем кнопку Connect to Properties. Проверяем. Выбираем наш коннектор и видим, когда мы перемещаем наш коннектор, наша голова перемещается вверх, вниз, влево и вправо. Выделяем все наши слои, нажав сочетание клавиш Ctrl-A и сворачиваем все наши слои. Сейчас делаем ригинг глаз, бровей и рта. Выделяем глаза, нажимаем английскую S на клавиатуре, убираем иконку цепочек, нажимаем по часикам, создаем ключи анимации, нажимаем F9, с помощью сочетания клавиш Ctrl-A и стрелочка вправо, переходим на 5 фреймов вперед и меняем параметр скейла по Y на 20. Переходим еще на 5 фреймов вперед, копируем и вставляем первый ключ анимации. Выбираем ключ анимации, нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V. То же самое делаем со вторым слоем, Ctrl-C, Ctrl-V. Теперь наш персонаж моргает. Для того, чтобы привязать моргание к коннектору, переходим в Duick Bessel и выбираем вот этот вот коннектор. Нажимаем по нему, Duick Bessel создал коннектор, выбираем, перемещаем его вправо, меняем его скейл на 160, то есть увеличиваем его. Находясь в начале таймлайна, выделяем наши ключи анимации, переходим в Duick Bessel и нажимаем кнопку Connect to Properties. Сейчас, когда мы будем перемещать наш коннектор, персонаж будет моргать. Перемещу пока его влево, сворачиваем слои с глазами, выделяем брови, нажимаем правой клавишей мыши, выбираем Create и выбираем Create Shapes from Vector Layers. Таким образом мы превратили брови персонажа в шейпы, которые мы можем анимировать. Выделяем брови, раскрываем слой и нажимаем по часикам напротив параметра Pass. Сворачиваем. То же самое делаем со вторым слоем. Выделяем слои и нажимаем английскую клавишу U на клавиатуре. Таким образом мы проявили ключи анимации. Нажимаем F9, переходим на 10 фреймов вперед и изменяем брови на грустные. Переходим еще на 10 фреймов вперед и изменяем брови на сердитые. Таким образом форма бровей изменяется. Вскрою наши ноль объекта, чтобы они нам не мешали. Заходим в Do it Bessel и создаем новый коннектор. Также переносим его вправо. Скилл меняем на 160. Выделяем наши ключи анимации и нажимаем кнопку Connect to Properties. Проверяем. И когда мы перемещаем наш коннектор, форма бровей изменяется. Перемещу его влево. С артом поступим точно так же. Выделяем рот, нажимаем правой клавишей мыши, выбираем Create, Create Shapes from Vector Layers. Раскрываем слой. Нажимаем по часикам напротив параметра Pass. Нажимаем английскую U на клавиатуре. Выделяем наш ключ и нажимаем F9. Переходим на 10 фреймов вперед. Добавляем еще один ключ. Переходим на 10 фреймов вперед. И ставим еще один ключ анимации. Первый ключ анимации. Рот меняем на нейтральный. Переходим на последний ключ анимации и меняем рот на грустный. Таким образом форма рта персонажа меняется. Заходим в Duick Bessel. Снова создаем коннектор. Перетягиваем его в правую часть. Увеличиваем его в размере. Выделяем наши ключи анимации. И нажимаем кнопку Connect to Properties. Проверяем. И когда мы перемещаем наш коннектор, форма рта так же изменяется. Поставлю коннектор посередине. Выделяем все наши слои. Сворачиваем. Для удобства я сделаю название для каждого отдельного коннектора. Для этого выбираем инструмент Type Tool. Набираем Head. Клифт меняем на Medium. Увеличим его имя в размере. Продублируем наш слой. Нажав сочетание клавиш Ctrl D. Перемещаем. Называем коннектор Blink. Продублируем этот слой. Ctrl D. Переименуем слой в Eyebrows. Продублируем слой еще раз. Ctrl D. Перемещаем. И переименовываем в Mouse. Выделим и спрячем все ненужные нам слои. Выделяем слои и нажимаем на иконку Hide. Также выделяем Background. Нажимаем Hide. Также выделяем рамки коннекторов. И прячем их в структуре слоев. Также выделяем наши текстовые слои. И прячем их в структуре слоев. И сейчас у нас остались только контроллеры. На этом ригинг лица персонажа готов. И если этот урок был вам полезен. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить новые видео. А также подписывайтесь на мой инстаграм. Там я делюсь крутыми фишками по видеосъемке. Увидимся в следующем видео. Пока.